День 3 Открывает этот день форума традиционный питчинг кинопроектов. Ежегодно в нем принимают участие режиссеры, сценаристы, продюсеры. Питчинг представляет собой презентацию и защиту сценариев или сценарных заявок. Категории в этом году три. Короткометражное игровое кино, полнометражное игровое кино и документальное кино. В числе участников и известные ставропольские режиссеры, чьи работы уже знакомы многим и даже далеко за пределами нашего края. И, конечно же, каждый участник надеется на главный приз – поддержку в реализации их кинопроектов. Можем начинать. Вы же убиваете людей. У них есть какая-то своя жизнь. Жены, дети, родители. Их же кто-то не убит. Кто-то ждет. Ну и что? Это их проблема. Достоевский говорил, если Бога нет, то все дозволено. Но у Раскольникова хотя бы был мотив. Тогда скажи мне, что во мною движет? Сегодня в рамках форума мы пообщаемся с президентом Фонда поддержки и развития кинематографии Северного Кавказа Бесланом Умаровичем Терекбаевым. Беслан Умарович, здравствуйте. Прежде всего, я поздравляю вас с открытием форума «Белая акация». Сегодня мы находимся в стенах Ставропольского государственного аграрного университета. Здесь проходит уже традиционный для форума пичинг кинематографистов. И, должно заметить, каждый год он проходит довольно плодотворно. Как вообще сейчас развивается кинематография на Северном Кавказе и в том числе в Ставропольском крае? Ну, я бы сказал, не только для Ставропольского края. Это важное событие для всего Северного Кавказа, потому что наш край прекрасен. И Ставропольский край является таким именно основополагающим краем. Очень большим, ярким и красивым. И не зря это здесь происходит. И нам очень приятно здесь находиться и участвовать в этом замечательном мероприятии. В наш фонд вступили пять киностудий Северного Кавказа действующих. И сейчас осталось у нас два региона. Это Ставропольский край и Осетия. Собственно, на федеральном уровне мы проводим очень большие мероприятия для того, чтобы в первую очередь развить Северный Кавказ в рамках киноиндустрии. То есть мы хотим сделать Северный Кавказ центром киноиндустрии всей России. Это не просто амбиции наши, как я, как выходец из Северного Кавказа. Это не амбиции наши личные. Это абсолютно прагматичный прогноз, который мы провели, потому что сегодня самая благоприятная территория для съемок кино, сериалов, это, я считаю, Северный Кавказ. Потому что 9 месяцев солнца у нас. У нас очень компактно располагаются 7 регионов Северного Кавказа. Зимой и летом можно снимать зиму. Вечные снега. Море у нас Каспийское. Самый глубокий каньон в мире у нас находится. У нас широкие, прекрасные просторы в Ставропольском крае. У нас прекрасные горы в республиках Чеченской республики, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. То есть вот этот прекрасный рай на земле под названием Северный Кавказ просто идеально подходит под все абсолютно условия для того, чтобы производить здесь постоянно кино. И для большинства кинематографистов в России это огромная проблема. Они тратят огромные деньги. Им нужно снимать горы. Они летают в Абхазию, они летают на Урал. В Сочи, к сожалению, дорого. Все дорого. Там вся эта бизнес-индустрия, отдых, туризм преобладают над моментами. А здесь мы, на Северном Кавказе, не очень избалованы. Поэтому мы можем все обеспечить. Мы хотим создать центром киноиндустрии, сделать семь офисов, филиалов от фонда и сделать головной офис в Пятигорске. Это не просто мы сделали, потому что Пятигорск является столицей Северного Кавказа. И по логистике очень удобное расположение. И я думаю, если нас поддержат местные власти, то уже на федеральном уровне работа ведется. И очень скоро мы объявим об этой работе, об итогах. И ежегодно, уже с 2019 года, к нам на Северный Кавказ, и в том числе в Ставропольский край, потянутся десятки и десятки кинокомпаний со всей России, которые будут снимать здесь постоянно кино. Это нам привлечет в первую очередь туристов, это привлечет ресурсы экономические. Это же у нас и положительный имидж. Как мы знаем, есть какие-то стереотипы, связанные с Северным Кавказом, навязанные нам, конечно же, извне геополитикой, держав, которые хотели развалить Россию через Северный Кавказ. Сегодня мы всему миру и России, в первую очередь, покажем, насколько прекрасен наш край, насколько здесь добрые, отзывчивые люди, насколько здесь прекрасные обычаи в этой многогранности нации, религии. И для этого у нас есть все условия. Помимо ваших офисов, вы еще собираетесь открыть здесь международную школу? Я, как президент фонда, как действующий кинематографист, как член Союза кинематографистов Российской Федерации, мы проводим огромную работу, в наш союз вступает много-много компаний, в том числе кинослудий действующих. И мы в рамках этого проводим переговоры, чтобы открыть в каждом регионе Северного Кавказа международную киношколу «Шаг». Мы хотим начать это в каждом регионе, но начать мы хотим с Савропольского края, потому что Савропольский край очень большой, здесь очень много, исторически так заведено, очень много талантеевых людей. Я не хочу сказать, что в других регионах нет, но здесь и население побольше. И вот такой регион, где очень много путей проезжающих, и здесь очень студенческий актив большой, именно в Саврополе, например, очень много студентов, город студентов, да, они просто так его назвали. Соответственно, если эту школу здесь открыть, здесь, мне кажется, со всего Северного Кавказа и даже с Южного федерального округа будут приезжать, и тем не менее здесь мы создаем целую сеть кинокомпаний, которые будут развивать киноиндустрию. И самое главное, мы занимаемся тем, чтобы вести киноребейты. А как вообще сейчас вот обстановка с кадрами режиссера, продюсера, те же самые операторы и все профессии, которые касаются съемки кино? У нас в России не хватает профессиональных кинематографистов, к сожалению, их не так много, много выпускников, но именно очень на мировом уровне мало, но мы сейчас создаем единую базу кинематографистов СКФО, единую базу актеров, единую базу продюсеров, режиссеров. У нас регион абсолютно большой, 11 миллионов, мы даже сами внутри региона можем зарабатывать даже деньги, если не выходить на всю Россию. И, собственно, мы можем, наши произведения сделаны в СКФО и в соседние страны, да, мы над этим тоже работаем. У нас с Ираном, с Водовской Аравией, с Индией, Китаем уже тесные отношения, которые с удовольствием покажут наш контент. Если он не будет нарушать их менталитет и их законы. Говоря о питчинге, который сейчас проходит буквально за стенкой, где мы сидим, вы уже были ознакомлены с кинопроектами и какова будет их дальнейшая судьба? Мы помогали экранизировать победителю из минеральных вод, Исламу Садыкову, кажется, своего фамилия, экранизировать его фильм. Мы и русская фильм-группа Алексей Петрухин и я, мы участвовали в создании этого проекта. Вчера его здесь показывали, кстати. Собственно, здесь мы от имени фонда объявляем, что мы готовы поддержать любой проект коммерчески значимый на уровне Северного Кавказа. Полностью обеспечить техническим оборудованием любую компанию, любую инициативную группу. Если у них сценарий будет соответствовать именно канонам кинопроизводства, чтобы это было выгодно для... Вы готовы точно так же? Да, да, да. Конечно же, руководители молодежного центра, союза кинематографистов, которые инициаторы данного питчинга, это Дмитрий Яконин, Филипп Абрютин. Я бы хотел сказать про этих замечательных людей, которые дали жизнь, дали надежду региональному кинематографу развиваться. Именно они стали тем толчком развития регионального кино по всей России, в том числе на Северном Кавказе. Я как член союза кинематографистов, как соратник этих замечательных людей, очень рад, что они уже несколько лет подряд выбрали наш регион, Северный Кавказ. И Ставропольский край для проведения этих питчингов. В рамках 4-го международного форума творческих союзов «Белая Акация» на Ставрополье приезжают известные артисты театра и кино. Их творческие встречи с нетерпением ждут жители краевого центра и всего края. Накануне со своей программой «Смея слекуя и бунтуя» в Буденовске выступила актриса театра и кино Ольга Прокофьева. В зале городского дома культуры был аншлаг. Актриса прилетела всего на несколько часов. Цейтнот, съемки спектаклей, антрепризы. Рассмотреть окрестности не успела, но рассказала, что увидела, как торгуют клубникой. До этого, когда ее видела в супермаркетах Москвы, не верила, что в наших краях уже есть эта ягода. Расположив к себе зрителей, прочла для них несколько стихов, была Ахмадулиной, рассказала о своей работе в театре имени Маяковского. Твоя тенистая аллея всегда темна, но пред жарой зачем потупился уныло влюбленный зонтик кружевной. Не яй, искатель, ручки вялый, колено гравием красню садовник. Нищий и развязный, чего хочу, к чему клоню. И если вышла, то куда я? Все ж вышла, май, а грязь прочна. А уже сегодня в Краевом Центре прошел творческий вечер заслуженного артиста России Даниила Спиваковского. И зал Ставропольской государственной филармонии полный. А нам удалось пробраться за кулисы и пообщаться с артистом. Даниил Иванович, здравствуйте. Рада приветствовать вас у нас на Ставропольской земле. Все вас очень здесь ждали. Через буквально несколько минут начнется ваш творческий вечер с нашим Ставропольским зрителем. Чем порадуете? Это творческая встреча, действительно. Когда мне первый раз предложили вот такую программу сделать, я, честно говоря, немножко задумался, потому что считал, что актеры должны общаться со зрителями опосредованно своих ролей. В театре или в кино, или на телевидении. Но вот единожды я попробовал, и мне, так сказать, это дело показалось интересным. Потому что действительно есть возможность непосредственно поговорить со зрителями. Разрушить эту четвертую стену, о которой писал Станиславский. Вот. И непосредственно поговорить со зрителями. Зрители задают вопросы о творчестве, о фильмах, о театрах. Может быть, о каких-то вообще, так сказать, социальных, политических процессах, которые, так сказать, вокруг нас протекают. Вот. И, так сказать, мое мнение их интересует. И поэтому вот-вот-вот, это такое замечательное начинание. И вообще в Старопольском-то крае я далеко не первый раз. Да, но и на вашем замечательном фестивале, на Белой Акации, также уже был в разных городах, значит, области, региона. Ну и, собственно, на форуме Белая Акация о главном событии последних дней. В нем уже который год подряд принимает участие, в том числе, и Союз кинематографистов. И сегодня российский кинематограф заметно выходит на новый и очень хороший уровень. И вот площадка форума одна из таких вот поддерживающих молодых кинематографистов, режиссеров, сценаристов, продюсеров, помогающих реализовать их проекты. Но достаточно ли этой площадки, и есть ли необходимость открывать форумы, фестивали и другие? Ну, есть необходимость в том, что в прессе нужно рассказывать о нашем кинематографе. Его, как это, знаете, так принято говорить, пиарить. Такое понятие, но это действительно так. Потому что если зрители будут ходить в кино, как мы говорим, голосовать рублем, то есть фильмы будут окупаться, и они, как будет, как товар в бизнесе, понимаете, будут производить фильмы, он будет окупаться, произносить продюсер-прибыль. Значит, они будут новые деньги в новые фильмы вкладывать и так далее, и так далее. Кинематограф будет тогда отечественно развиваться. Понимаете, вот в театре, например, именно и за счет, кстати говоря, прессы, вот в театры, но я могу судить и по Москве, по крупным городам, но и, так сказать, я езжу по всей стране, по городам не очень большим, полные залы. Полные залы. Хотя, казалось бы, билет в театр стоит значительно дороже. Поэтому в кино можно сходить за 200-300 рублей. В театр, в театр, это, ну, наверное, какие-то есть такие суммы, куда-то там на галерку. Но так-то я уже не называю суммы столичные, вот, на билеты. Но даже вот в городах, я примерно знаю, стоит значительно дороже. И в театры люди ходят. Вот культура посещения театра есть. Вот поскольку вы говорите, что Союз кинематографистов поддерживает белую акацию, то замечательно, что и мы будем говорить о кино, отечественном, конечно же, в котором мы работаем. И это замечательно, что мы это рекламируем, мы об этом говорим. И зрители будут ходить и смотреть наши отечественные фильмы. Вы действительно сказали о том, что сейчас залы театров полны. Это действительно заметно. И вообще интерес к искусству сейчас у людей очень заметен. Хотя были времена в нашей современной истории, когда большинство не интересовалось никаким видом искусства. А сейчас люди стали выходить на фестивали, на площадки, на форумы. Их достаточно много. И тоже сама показывает белая акация. Неужели люди наконец-то поняли, что искусство неразрывно с нашей жизнью, и без него сегодня никуда? Ну, появилась возможность у людей ходить в театры, ходить, допустим, в кино, ходить на какие-то творческие вечера, ходить на филармонические концерты. Ну, возможность появилась, наверное, прежде всего финансовая. Потому что все-таки надо приобрести билет. Билет чего-то это стоит, понимаете? То есть человек уже может позволить себе, помимо хлеба, колбасы и других продуктов питания, вот, еще купить билет, значит, на некое зрелище, так скажем. Это замечательно. Это говорит о том, что, так сказать, наверное, страна каким-то правильным направлением двигается. И это здорово, это так должно быть. На Северном Кавказе в ближайшее время планируют открывать Международную школу кинематографии. Но вопрос в том, что достаточно ли их на Северном Кавказе. И, может быть, стоит подумать об открытии таких учебных заведений в дальних районах, разве на Дальнем Востоке, в Сибири. Ведь высшее учебное заведение, где можно стать хорошим специалистом, находится только в Москве и в Санкт-Петербурге. Конечно, есть. Если у нас по всей стране существуют вузы технические, вузы медицинские, вузы юридические, спортивные, ну, так далее, так далее, чтобы не перечислять все сферы деятельности людей, почему бы не открывать творческие вузы? Замечательно. Ну, я сам преподаю, у меня своя мастерская, но это в Москве. Вот. Но я думаю, что, конечно, 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 должны открываться вузы, которые будут обучать артистов, будут обучать режиссеров, художников. Художников, я имею в виду, которые работают в театре, в кинематографе. Конечно. Почему нет? Почему нет? Обязательно нужно. Это замечательное начинание. Если это будет, я только приветствую. И с удовольствием приеду, ну, не только на открытие, а с какими-нибудь мастер-классами и привезу своих студентов, чтобы обвиняться опытом. И говоря об искусстве в глобальных масштабах, вот, наверное, мы сегодня оживем в век, когда еще сталкивается старая классическая школа, и неизбежно появляются, конечно же, новые направления искусства. И сейчас говоря о подрастающем поколении, на что делать акцент в их духовном воспитании? И на то, и на другое, как на ваш взгляд? Ну, как вам сказать, понимаете, то, что жизнь не стоит на месте, это естественно. И другие ритмы не случайно говорят, вот, клиповое мышление. Что значит клиповое? Быстрое, как клип, тык-тык-тык-тык нарезанный, знаете. Сейчас же раньше, чтобы получить какую-то информацию, мы должны были поехать в библиотеку, сесть на автобус или пешком, взять книгу, прийти домой читать или в читальном зале. Теперь мы нажимаем в секунду кнопку, кнопки на нашем телефоне, и любая информация сразу же поступает, любая. Это замечательно, действительно, это экономит время. Но и мозги, вот я даже по своим детям, но они у меня маленькие еще, но тем не менее я все равно оцениваю. По-другому обрабатывается информация в голове у человека. Быстрее. Поэтому даже некоторые, скажем, вот я смотрю хроника, спектакли, фильмы некоторые, в прошлых лет, причем так 30 лет, 50 лет назад, вроде интересно, вроде бы актеры играют, но как-то вот медленно. Мы уже поняли. Я уже, я уже понял, мне нужно дальше, дальше, дальше. А мне еще минут 10-15 это объясняют. Это нормальный процесс, это неизбежно. А другие поколения будут говорить о сегодняшнем времени, как о каком-то таком медленном, понимаете, черепашьем и так далее. И так дальше, дальше. Это нормально. Но, несмотря на это, я, так сказать, традиционалист. Я учился у Гочарова, великого мастера, русской драматической школы, и учу своих учеников в этом же направлении. Я все-таки люблю такое традиционное искусство. Если говорить, скажем, о театре. Я не против каких-то поисков, совершенно ради бога. Но все-таки, так, в чем принцип русского театра? На первом плане актер. Вот это самое главное. Самое главное. Некое европейский театр, он, так сказать, немножечко стоит на другом. Конечно, там тоже есть актер. Ну, они больше таки от ума, больше занимаются такими какими-то изысканиями другого рода. Ну, долго объяснять, но тем не менее. Ну, я вместе с тем отношусь к традиционной, так сказать, культуре. Другой классической, да. Другое дело, что, естественно, мы должны идти в ногу со временем и использовать и технические какие-то новшества, которые возможны. Я уже не говорю про кинематографы или телевидение, но даже и в театре. Так заканчивается третий день форума «Белая акация». А впереди еще три не менее интересных дня. Мы с вами прощаемся. Увидимся завтра ровно в 20.45. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова